Девушки отдыхают Подождите здесь до прихода подкреплений Тут мой город Столица моего королевства Черт Я здесь правители не стану сидеть в кустах Государь Молчать Ты сам знаешь, что докладами разведки Можно подтирать задницу То есть вторая зима тоже горит Атака не людей, беречь короля За свободу! Смерть! Ого! Откуда их столько тут? Помешу тебя на твоих кишках Великий магистр Спасены! Да он походу и начался Ну да Ты вернулся, король Верю, что еще не поздно Ты нужен нам Короли не опаздывают Государь, город горит Улицы в крови наших подданных Не время говорить Надо действовать Что предлагаешь, Яков? Передай мне командование И развяжи руки Нет Только через мой труп Об этом и речь В другой раз Я могу не успеть помочь Я видел достаточно Велерат, возвращаемся Что-то знает? Или что? Он явно не доверяет Он что здесь делает Он влип У него на это особый дар Что с ним делать? Пойдет с нами Как я уже сказал Нам нужно обсудить кое-что Ведьмак из Ривии Я польщен, Сир Так ты, наверное, догадываешься Я тебя пригласил не для забавы Скажу кратко Хочу, чтобы ты расколдовал мою дочь Я собрал всех, кто может тебе помочь Деветта Он был ее адъютантом последние полгода Велерада, который знает Адду с детства И Трис Меригольд Ее обширные познания в магии и женской интуиции Могут тебе пригодиться Хм Подумай об этом Поговорим после Как пожелаете, Ваше Величество А пока нашего внимания требуют Другие неотложные дела Я слушаю Представь себе, что у тебя есть дом И ты вернулся после охоты На Кикимору, например Только чтобы обнаружить, что твой дом Превратился в бордель, охваченный пожаром Потому как иначе это назвать нельзя Ваше Высочество Я не закончил Те, кого ты оставил вместо себя Подвели тебя Предатель хочет выжить тебя из дома твоих предков За которой ты кровь проливал Ты бы не разгневался Ты бы не решил пролить новую кровь Простите меня, король Но мы, ведьмаки, не вмешиваемся в политику Да, да, ваш славный нейтралитет Я не могу себе позволить такой роскоши Обе стороны начали драться в моем городе И обе будут сурово наказаны Я понимаю, король Но чем я могу помочь? Мог бы проявить больше энтузиазма, помогая королю Скажем, предложить убить, кого я прикажу Простите меня, король, но... Молчи, ведьмак, пока не наговорил глупостей Правители не любят, когда им постоянно отказывают Конечно, король Меня призывают срочные дела Поговори с этими недюжинными умами Это поможет тебе полнее обрисовать ситуацию Не забудь про мою дочь, ведьмак Я рассчитываю на тебя Я не забуду Мой слуга призовет тебя, когда у меня будет больше времени Я не поняла Ада что, превратилась, что ли? Я тоже пока не очень понял, что происходит с Адой Я прям сидела, молчала, а у меня зудело аж Да-да-да Что тут вообще произошло? Нормально, танцы у них Несомненно, это идея Ады Нашли время Идея Ады Сейчас, я думаю, разберемся, кто там С кем, против кого Ну да Ладно, давай по порядку Давай с Деветом попробуем пообщаться сначала Ведьмак Граф Без титулов Давайте забудем о разногласиях ради великой цели Ладно Ведьмак Король хочет, чтобы я снял проклятие с Адды Неудивительно Однажды тебе это удалось Хотя ты чуть не погиб Появление Стрыгии означает конец правления Фольтеста Многие говорят, что он оскорбил богов Помнишь, как она стала Стрыгой? Напомню Напомню Фольтест в молодости спал со своей сестрой Ребенок умер при рождении Но семь лет рос в гробу И выходил только, чтобы поесть Ты расколдовал ее, но не полностью Повторное появление Стрыгии доказывает, что королевская династия проклята Люди очень чутко на это реагируют Неудивительно, что Фольтест хочет избавиться от Стрыгии Я понял, что мне надо снять проклятие Надо, чтобы Стрыгия не была бельмом на глазу Практически нет шансов снять проклятие Я слышал, за убийство Стрыгии дают дополнительную награду Меня слухи не интересуют А зря Но это тебе решать Прощай То есть вот так вот Дэвид просто предлагает ее убить То есть у нас есть выбор либо убить ее, либо снять проклятие? Я думаю, да, будет такой выбор Эти, наверное, бесполезные Да здравствует Фольтест Ну да Говорящие ведра Тимерия победит! Ага Вот так удачи, ведьмак В моем родном Боклере, что в герцогстве Тусент Один ведьмак как-то целый день проплясал с одной чародейкой Это был не я, госпожа Я очень плохо танцую Хм А что, разве у всех ведьмаков белые волосы? Нет, госпожа, только у меня Ну, наверное, я что-то спутала В любом случае, у меня есть к тебе некое дело Чем я могу помочь? Я знала, что могу на тебя рассчитывать Требен Мон Дио Мо Три Кузены недавно бежали из города В связи с некоторыми Неудачными обстоятельствами Они впали в немилость у короля? В некотором роде Я хочу послать им немного денег Чтобы облегчить их положение Понимаешь? Ну, а даже не знаю А куда они бежали? Не знаю, видимо, туда, куда мы направимся еще в будущем Но можно попробовать Я не думаю, что это как-то сильно на политику вообще повлияет Скорее всего, какое-то побочное задание Фиг знает Прекрасно понимаю Я стану посланцем за соответствующее вознаграждение Ох, парфе Мои кузены Корбен, Бюзе и Ромеро Нашли убежище в болотах в пещере Пожалуйста, доставь каждому из них 300 аренов А мое вознаграждение? Мои кузены дадут тебе по расписке Отнеси их в старую его зиму Жан-Пьеру Капитану наемников Это мой жених Он тебя вознаградит Прощай Как-то мутно Да-да-да Да Я вас слушаю ТРИС Не называй меня так Кто-нибудь еще подумает, будто мы больше, чем просто знакомые Я не могу быть другом тому, кто мне не доверяет И, кстати, как там Альвин? Я не знаю Он телепортировался куда-то, несмотря на амулет, который я ему дал. Ты и твой бездарный трубадур, словно безответственные малые дети. Этого никогда бы не случилось, будь Альвин со мной. Но ведьмак знает всё лучше всех и никогда никого не слушает. Трис. Я сказала, не называй меня так. Альвин может быть где угодно, и мы не сможем узнать, где именно. Что ты испортишь в следующий раз? Жопа. Самое забавное, что, кстати, я там читал, народ писал, что даже если бы мы выбрали Трис, то есть всё то же самое случилось бы, только немножко там отличались бы некоторые моменты уже с Альвином касательно. Но при этом он всё равно бы оказался тут, оказался бы с Алиной, и, в общем, всё примерно то же самое было бы. Но она же не в курсе. Она не в курсе, да, я понимаю. Ну, просто забавно. Так, ну давай с Аддой сначала. Что ты думаешь о ситуации с Аддой? Она стрыга, Геральт. Мы оба знаем, что проклятия сами собой не насылаются. Угу. Какие-нибудь версии у тебя есть? Когда ты снял проклятие в первый раз, ты велел принцессе постоянно носить ожерелье с инклюзом, а также приказал сжигать в её покоях веточки можжевельника, дрока и орешника. Хм. Значит, кто-то подменил ожерелье и напортачился с сжигаемыми ветками. Да. Кто-то из приближённых к ней людей, кому была известна эта тайна. Возможно, Велерат знает что-то. Мне стоит помогать королю? Да. В каком-то смысле я здесь политическая заключённая. Я могла бы телепортироваться отсюда, но это было бы неприлично. Кроме того, мне нужно решить здесь несколько политических вопросов. А именно? Этого я не могу тебе рассказать. У меня слишком шаткое положение. Но если бы ты помог Фольтесту в проблеме со стрыгой, ты мог бы замолвить за меня словечко. Я закончила бы свои дела, а потом Фольтест меня отпустил бы. Если ты этого хочешь, Трис. Спасибо, Геральт. Я приблизился к разгадке тайны Саламандр. Я знаю и хочу тебе помочь. Как? Ты слышал что-нибудь о доспехах, сделанных гномами? Но мне понадобится искусный оружейник, отлично разбирающийся в свойствах металлов. Калькштейн. Он живёт в старой Вазиме. Знаний ему не занимать. Он знает разные штучки и наверняка поможет тебе. Хотел сказать, пока она говорила, как раз обмовилась, что она как бы виновата перед королём. То есть, возможно, она была замешана в этом политическом каком-то... Ну, возможно. Возможно. Ну, видишь, она говорит, она в немилости слегка. Ну да. Но она не говорила прям... Нет, но она говорит, ты бы мог замолвить перед королём за меня словечко. Ой, Динаша, я не думаю, что она как-то причастна конкретно к этому всему. В чём-то другом, я думаю, там проблема. Вряд ли бы. Нет, но я же не говорила про что. Ну, в чём-то она замешана же. В чём-то замешана, да. По поводу Стриги. Кто там был с Адой постоянно? Девет. Девет. Кто предлагает её убить? Девет. Девет. По-моему, всё сходится к Девету. Посмотрим, конечно. Как-то слишком очевидно, но да, наверное. Я думаю, что не зря так очевидно. Ну, посмотрим. Как ты думаешь, что случилось с Альвином? Хоть какая-то гипотеза. Я и подумать не могла, что он сможет преодолеть блокаду Двимерита. Немногие чародеи способны на такое. У него достаточно сил, чтобы телепортироваться куда угодно, даже во времени. Ясно. Как-то... Какая-то ты бесполезная. Да. Ольтост, Ольтост. Миригольд. О, Велерат пришёл. А что там по заданиям-то получается? Вкус мести я должен отправиться. Поговорить, к Шане надо сходить. Грязь и бархат это со Стрыгой. То есть у нас будет возможность ещё на болото сходить, получается. Почему? Ну вот, кузины. На болоте, в пещере. А, ну да, видимо, на болотах. Так. Если это те болота. Её высочество Стрыга. Это с Адой. Огонь Небесный. Это Шане из лечебницы. Старой Вызимы. Помочь с ней. А по поводу доспехов я не понял. Калькштейн. А, понятно. С Калькштейном общаться. Может, Велерат? Приветствую, Геральт. Приветствую, Велерат. Я видел, что ты говорил с королём. Я так понимаю, беседа была не из приятных. Могло быть и хуже. Геральт. Король рассказал мне о Бадде. Ужасно. Ты предупреждал нас, что это может повториться. Ты сможешь снять заклятие во второй раз? Посмотрим. Хотя мне уже надоедает помогать болвану. Посмотрим. Кажется, ты неплохо помнишь, что произошло в прошлый раз. Конечно. Ты всю ночь от заката до рассвета провёл в старой усадьбе, где стоял саркофаг Стрыги. Вы там так шумели, что полгорода перебудили. На рассвете мы вошли во дворец и увидели вас обоих на полу, рядом с саркофагом, в луже крови. Ты еле дышал, но принцесса исцелилась. В ту ночь погиб предатель Острид, и у короля были все основания возликовать. Сколько жертв было на этот раз? Не знаю. В наши дни трупов на улицах больше, чем мух на навозной куче. Тебе известно, где Стрыга спит в дневное время? Нет. Но её видели в старой Визиме. Возможно, она там охотится. Процесс снятия проклятия – дело рискованное. Ты прав. Но у короля найдутся способы компенсировать этот риск. Посмотрим. Поступай, как хочешь. Но помни, Фольтест очень любит свою дочь. Я знаю. Геральт. А ты не боишься, Велерат? Король показался мне разгневанным. На меня? Не знаю. Но на твоём месте я бы следил за своими словами. Знаешь, Геральт, я уже старый. Я служу Тимерии всю свою жизнь. Я никогда не лгал. И не собираюсь меняться под старость. Если меня приговорят, я пойду на казнь с гордо поднятой головой. Не, ну, к Велерату у меня никаких вопросов не возникает. В чём с самого начала. Ну да. До свидания. А вот такой же диалог был у Девета. А ты не боишься? Мы у него спрашивали? Нет? Не помню. Ой. Наш государь будет говорить с вами сейчас, сударь. Поднимайтесь в его покой. Внезапно. Вот, идут поболтать немножко. Стоять. Во. О, какой противный, а. Ну да. Ну, вон справа, наверное. Геральт. Пока. Ну, пошли. Что, да-да? А куда? Поднимайся. Сюда. Да. Да. В шкаф, в шкаф. А чего так плохо-то? А где кошка? Я слышала, она мяукала. Вот она. Точно. Ходит. Соначку стылили. Видео. Ваше величество. Мы разговариваем неофициально. Обойдемся без титулов. У тебя было время подумать. Отвечай. Можно снять проклятие с моей дочери? Скорее всего, да. Могло ли проклятие вернуться само по себе? Вряд ли. Кто-то снова его наложил. Если ты преуспеешь, ее... ее разум будет разумом ребенка. Вряд ли. Она, скорее всего, вспомнит все, что происходило до ее превращения. Вряд ли. Скорее всего. Легче не становится. Я скажу прямо, Геральт. Делай, что можешь, чтобы снять проклятие. Если это не удастся, можешь убить ее. Я не буду тебя преследовать. Когда я в последний раз доверился тебе, ты не разочаровал. Спасибо, король. Не благодари меня. Если узнаешь, кто наложил проклятие, скажи мне. И только мне. Еще одно, ведьмак. Если ты преуспеешь, я исполню любое твое желание в пределах разумного. Но если ты провалишься, моя дочь страдает. И те, кого ты любишь, тоже будут страдать. Я понимаю. Хорошо. Ваше Величество, королевство гложет еще одна хворь. Какая, ведьмак? Саламандры. Моя дочь связалась с ними, дурочка. Жалею, что я вообще уезжал. Твои чести. Велерат говорит, что ты сильно сократил их число. Надеюсь, ты с ними покончишь. Это и есть моя цель. И последнее, ведьмак. Я приказал следить за твоими действиями и получил рапорт о твоей личной жизни. Ваше Величество. Это не просто нездоровое любопытство. Я хочу знать, зачем ты втянул Шани в последние события. Какую роль она во всем этом играет. А какое ему дело до Шани вообще? Странно. Король Шани, да? Ну да. Она просто наш друг. И не имеет к этому никакого отношения, я думаю, так. Шани мой друг. Она не имеет к этому отношения. Правда? Со своим другом Лютиком ты обращаешься иначе. Неважно. Я полагаю, она не представляет угрозы для интересов Темерии. Если захочешь выйти в Изиму, поговори с моим Камергером. Меня некоторое время не будет в замке. По другим вопросам обращайся к Велераду. Так я и поступлю. Прощайтесь, Сир. Еще одно. Да, Сир. Это конфиденциально. Так что смотри, чтобы мои слова не покинули этих стен. Они уйдут со мной в могилу. Мои шпионы доложили, что ты играешь в покер. У меня нет при дворе достойных противников. Неужели они думают, что я их обезглавлю? Сыграем? Неожиданно. Сохраниться. Я сохранялся перед тем, как с ним поговорить? Да, наверное. Ого, ставочки. А мы сможем с ним еще раз сыграть? Просто можно было бы сейчас по минималке поиграть. Выиграть, проиграть. И потом еще раз сыграть уже. Да ладно, ты не дрейфь. Я дрейфь. У меня мои деньги сейчас могут просто... С такими ставками. Загрузишься еще раз. Болтать придется просто еще раз. Ладно, мы выиграем. Победный настрой. Пока все хорошо. Так, у него пока все плохо. Фига, плюс 600. Хорошо. Ге-е-е. Так. Фу. Фу. Да, 2000 уже на кону. Идите. 1000 наша. Так. Круто. Круто, да. Пару в него. Ладно, поднимем. Давайте две шестерочки. Две шестерочки. Ну, хотя бы одна, ладно. Отлично. Круто. Видишь, глаза боятся, руки делают. Сейчас тебе такие... Голову с плеч. Я легенда покера. Хе-хе-хе. Стоп, завершил задание. Вообще. А, это он последний был. Да, смотри. Подожди. А что там нам говорили про болото? Что-то там. Кто-то чей-то ученик. Не знаю. Вот, пожалуйста. А, это плачный бой. Точно, точно. Ну все. Хорошо. У кладбища на болото? Слушай, мы в какой-то другой болот попадем, получается. Разберемся. Пойдем. Куда-нибудь уже. Ага. Ну, одно я поняла точно, что Велераду он точно доверяет. Ну, вроде как да. И, похоже, он пока единственный человек, кому он вот так вот полностью доверяет. У меня есть другие дела. А, обиделся, что ли. Ну, мышь, обыграл. Ну, скажи спасибо, что только обиделся. Хе-хе-хе. Ну да. Это куда это? Никуда. Пусто. Ну, иди нафиг. Так, мы пока никуда не идем. Мы сначала сейчас еще раз посмотрим, с кем тут можно пообщаться. Ну, вообще, это, конечно, глупо. Позволить рядом с собой вырасти такому влиятельному ордену, вот как орден Пылающей Розы. Ну. Это сила такая рядом, которая в тебя всегда может рядом подсидеть. Ну да. Да! Ну, мы читали про этот орден, что он его держал рядом. И это как бы, типа... Лучше уж и рядом держать такой орден, чем если бы они росли где-то в другом месте. Ну вот, он пытался склонить его как раз, чтобы тот ему руки развязал. Ты представляешь, чем бы это закончилось все? Да, да, да. Все получается. А где Дэвет? Как подозрительно. Ушел куда-то. Пойдем. Да! Да. Погнали. Ой, я могу поспать. Я бы хотел вернуться в зиму. Вы готовы, сударь? Ну да, готов. Да. А обратно как возвращаться? Во дворец. Может, мы теперь уже не вернемся туда? Может быть. То есть, нас, я думаю, просто найдут, когда придет время. Так сказать. Откуда он там спрыгнул? А, через забор. Нам получается, если судить по тому, как в Кеньге была расколдована ада, и, ну, в принципе, нам показывали. Дар Божий. Да. Да. Я не рассказывала про тебя. Мы встречались в лечебнице Лебеды, в храмовом квартале, в Изиме. Я слышал у Шани своя больница. Мы пытались пробраться туда, но в одиночку нам не справиться. Рыцари Ордена и Скаятаэли дерутся за каждую улицу и площадь. Кто не с нами, тот против нас. Я рад, что не полез в эту войну. Ты поможешь нам добраться до больницы? Держитесь поближе ко мне. Я попытаюсь избежать стычек, но все возможно. Мне даже выбор не дали. Подожди, их двое было же? Да. А где вторая-то? Вот она. А, вот она. Ух, там жесть, наверное, на улицах творится. Ну да. Не, я рада, что мы ничью сторону не приняли. Ну да. Реально в госпитале. Господи. Ага. А нам надо полевой госпиталь. То есть нам вот сюда надо пробраться. Ворота к дамбе, кузница. Калькштейн. Пролом в стене. Башня палача. Так вот, я, кстати, начал говорить. Нам, получается, надо найти, где Ада спит днем. И тогда мы сможем... Я поняла это изговора. Проклятие, да. Ну и плюс я ролик помню. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. У тебя зелок вообще никаких нет. А куда зелки-то делись? Блин, они же были. Защищайся. И меч без заточки. Болётчик там стоит. Ага. Два. Нормально. Он в меня там пошел, пострелял немножко, пошел дальше. Деловой. Да мне пить-то, в общем-то, больше нечего. Волка разве что. Смысла нет. Ну, оставь ласточку только до филина. Филин до ласточка, да. И заточку, наверное, вот эту кину сейчас. Лучше. То есть я в бою, я не могу их облутать. А, бой идет. Получается так, да. Вот сейчас было, можно было навестись. А, вот оно. Классно. 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 Может, я зря его взял. Давай пока выкину, мало ли это что-то тронет не то. Да ладно, ты тогда у бабули-то снизу все собрал. И ничего тебе не мешало это. Ну, вдруг это, допустим, я куда-то приду и мне скажут, о, у тебя беличьи хвосты есть, ты против какой-то элей. Молодец какой. Даже я и против вас тоже. Я против всех. В смысле, заперто. А девчонки что стоят там? А, я не знаю. Позвать их надо. Быстро. Тут опасно. Яйца чешутся. Отролять собрался, смотри. Угу. Ну, кто опять? Это он, наверное. Арбалетчик. Вот же достали, а. Достали, действительно. О, молодцы какие, дошли. Спасибо. Без тебя мы бы не справились. Эти мясники наверняка напали бы на нас. Рад помочь. Какой прок от войны, если больше всего страдают добропорядочные жители в Изиме? Большинству жителей плевать на Орден и на эльфов. Им нужен мир. Окончательное решение. Переломный момент. Я отыскал правильный путь. Не стоит умирать за идею, особенно если в ее основе лежит ненависть. Я выбрал нейтралитет. Я ведьмак. Мое решение не всем пришлось по душе. Я бы сказала по-другому. Ноги пришлось не по душе. Мы можем тебе помочь. У нас много работы, но я найду для вас время. Но не сейчас. Шани нас убьет. Она немного ревнива. Понятно. Счастливо, девочки. И понял, на что вы намекаете. Привет, ведьмак. Привет, Шани. Есть минутка. Для тебя всегда есть. Я по тебе ужасно скучал. Сначала поцелуй. Сейчас? Сейчас. Не делай вид, будто ты смутился. Что за приказной тон такой? Ну да. Мастер, вы ведьмак? Да, в чем дело? Мастер Геральт, монстрица убивает людей. Что произошло? Стрыга появилась у башни. Меня послали за ведьмаком. Пятерых солдат уже прикончило. Помогите. Где эта башня? Ну это та самая высокая башня. Белки ее подожгли. Не заблудишься. Надо с Шаней поболтать еще. Делай, что считаешь нужным. Поговорим позже. То есть вот так, да? Мне нужны травы. О. Можешь найти мне жимолость или хмель. У меня что-то было. Кстати, эльфийка. А тут и краснолюды, вон, видишь? Тут без разницы. Ну, Шаней всем помогает, да. А Чуэй надо было? Я забыл. Хмель? Или... Не помню. У меня, по-моему, как раз хмель это и нет. Если я увижу, то я скажу. Вербена. Сухожили. Ж-жимолость. Ожимолость-то, наверное, я все выкладывал. А у тебя была ожимолость? Была вроде. Мы собирали чуть-чуть на болотах. Хм, не помню. Неужели нет? Ну, попозже подойдем. Мы же на болото пойдем еще. Ну да. Ну, ладно. Значит, нет. Ну, прости. Ты о чем, человек? Ну, прости. Потом принесу. Мне нужны минералы для припарок. О! Ты не знаешь, где можно достать наизанскую соль и винный камень? Вот винного камня у нас нет. Винного камня нет. А соль была огонь. Соль, да, я видел. Благодарю, добрый человек. Да осветит твой путь вечный огонь. Ты, ведьмак, должен интересоваться рассказами о чудищах. А меня в последнее время интересуют эфриты. Послушай. Ага. Просто рассказал нам про эфритов. Это, тут это, опять учат дальше. Ну да. Потому что мы не знали. Возможно. Эти бедные нелюди ни в чем не виноваты. С мытьяны спровоцировали их. И послали на верную смерть. Ну да. Давай наверх еще сходим. Да, да, да. Вот алоэ сейчас еще соберу. Мы все умрем. Надежды нет. Перчатки. Забрать или не забирать? Зачем они нам? Не знаю. Ну забери, выкинешь, если что. Все умрем. Надежды нет. Ну тоже верно. Бутылка с водой мне не нужна. Малиновый сок мне нужен. О, как. Класс. Давай. Или забрать еду тоже. Выкину в крайнем случае. Ну да. Выкинуть-то недолго. Давай перчатки заберу. Ну-ка. Расколдовывание стрыги аноним. И сказал тогда ведьмак королю Фольтосту. Заплати мне король. Я найду твою дочь в темной гробнице. Я расколдую ее, если смогу. Но если не смогу, убью не помедлив. Король понимал, что это его единственный шанс. И передал судьбу дочери в руки ведьмака. Много часов колдун боролся со стрыгой. Отгонял ее серебром и искусством магии. Сражался со зверем и не давал ей ранить себя. Но и сам не наносил ей смертельной раны. И наконец он заперся в склепе. Запечатал двери с помощью магии. И стал ждать рассвета. Ибо ведьмаки многое знают о чудовищах. И знают, что с первым утренним криком петуха заколдованное создание будет расколдовано. Ну вот так. Ну, в принципе, и так понятно, что там нужно делать. Получается, нужно, чтобы она не залезла в склеп к себе. Да, да, да. До утра. Да. И получается, он плясал около нее. То есть, тянул время. Да, да, да. Как это здесь будет выглядеть, не очень понятно. Пиво? А если на бой с ней пойти поближе к утру? Хитрая какая. Не, ну есть жратница, или там шесть часов с ней скакать. Либо там, я не знаю сколько, полчасика попрыгать. Но я не думаю, что здесь это будет так выглядеть. Сестра? Ну, ясно, тут ничего нет. Я ее боюсь. Это те самые. Ага. Ну ладно. Надо ее куда-нибудь по делам отправить. Ага. Пойдем? Делай, что считаешь нужным. Надежды нет. Ага. Ага. Субтитры создавал DimaTorzok